Для заслуженного работника социальной защиты населения страны Павла Бедненко Грайворонский психоневрологический интернат был больше, чем обычное место работы. Здесь он оставлял свою душу и сердце, а к пациентам относился как к своим детям, вспоминает Наталья Безродных. Он был ее наставником, он стал и первым лауреатом престижной региональной премии в области социальной защиты населения. Проработали с ним больше 15 лет, вот я лично. Он никогда не оставлял свое учреждение. Практически не было выходных, не было отпусков. То есть это было, был скорее даже первым домом, чем вторым. Ушел он из учреждения уже в достаточно преклонном возрасте. Павел Кузьмич был человеком, для которого милосердие стало образом жизни. Теперь каждый год премия, названная его именем, собирает самых отзывчивых и человечных работников социальной сферы. В этом году среди них и Нина Катрушенко из Краснояружского района. За пожилыми людьми она ухаживает более четверти века. Рассказывая о своих подопечных, Нина Александровна едва сдерживает слезы. Сейчас у нее на попечении 8 пожилых людей. И даже на торжестве все мысли только о них. Премия присуждается в трех номинациях. Одна из них – за высокое качество предоставления социальных услуг. Ее обладателем стала Галина Куценко из Разуминского дома детства. Впервые в этом году премия была присуждена представителю учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В своей практике Галина опирается на современные методы работы с трудными детьми. К примеру, ею разработан проект «Учебная социальная квартира для воспитанников и выпускников. Дом молодежи». Я счастливый человек, потому что всю жизнь занимаюсь любимым делом – делом воспитания детей. Сегодня это особые дети, особо нуждающиеся в нашем внимании. И именно им, моим воспитанникам, моим детям, самые первые слова благодарности в этот торжественный для меня день. За то, что приняли, за то, что поверили. А я расту вместе с ними и во многом учусь у своих воспитанников. В числе лауреатов и целые коллективы. За эти годы премии были удостоены более полусотни сотрудников и организации соцзащиты и пенсионного фонда. Ее присуждают только тем, кто выбирает эту профессию по зову сердца. Мне кажется, премия у Павла Кузьмича Педненко – это как премия в области Горина за высочайшие заслуги в системе социальной защиты. За исключительное качество, за то, что люди все отдают своей очень непростой работе. В социальной сфере региона сегодня трудится более пяти тысяч работников. Только в специализированных учреждениях и на дому в теплоте их сердец и помощи нуждаются около 15 тысяч человек. И каждый день, стучась в двери своих подопечных, соцработники подбирают лекарства для их души. Наталья Войтенко, Евгений Титов. Новости мира Белогория. Для заслуженного работника социальной защиты населения страны Павла Бедненко, Грайворонский психоневрологический интернат был больше, чем обычное место работы. Здесь он оставлял свою душу и сердце, а к пациентам относился как к своим детям, вспоминает Наталья Безродных. Он был ее наставником, он стал и первым лауреатом престижной региональной премии в области социальной защиты населения. Проработали с ним больше 15 лет, вот я лично. Он никогда не оставлял свое учреждение. Практически не было выходных, не было отпусков. То есть это было, было скорее даже первым домом, чем вторым. Ушел он из учреждения уже в достаточно преклонном возрасте. Павел Кузьмич был человеком, для которого милосердие стало образом жизни. Теперь каждый год премия, названная его именем, собирает самых отзывчивых и человечных работников социальной сферы. В этом году среди них и Нина Катрушенко из Краснояружского района. За пожилыми людьми она ухаживает более четверти века. Рассказывая о своих подопечных, Нина Александровна едва сдерживает слезы. Сейчас у нее на попечении 8 пожилых людей. И даже на торжестве все мысли только о них. Да я сегодня надо к одному. У меня два инвалида первой группы. Сегодня надо ночью. Бывает и ночью вызывают. Я отношусь к ним хорошо. И я не представляю, как я жила без них. Сегодня волнительно было? Да. Это для меня высшая награда, что есть. Премия присуждается в трех номинациях. Одна из них – за высокое качество предоставления социальных услуг. Ее обладателем стала Галина Куценко из Разуминского дома детства. Впервые в этом году премия была присуждена представителям учреждений для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. В своей практике Галина опирается на современные методы работы с трудными детьми. К примеру, ею разработан проект «Учебная социальная квартира для воспитанников и выпускников Дом молодежи». Я счастливый человек, потому что всю жизнь занимаюсь любимым делом – делом воспитания детей. Сегодня это особые дети, особо нуждающиеся в нашем внимании. И именно им, моим воспитанникам, моим детям, самые первые слова благодарности в этот торжественный для меня день. За то, что приняли, за то, что поверили. А я расту вместе с ними и во многом учусь у своих воспитанников. В числе лауреатов и целой коллективы. За эти годы премии были удостоены более полусотни сотрудников и организаций соцзащиты и пенсионного фонда. Ее присуждают только тем, кто выбирает эту профессию по зову сердца. Мне кажется, премия у Павла Кузьмича Педненко – это как премия в области Горина – за высочайшие заслуги в системе социальной защиты. За исключительное качество, за то, что люди все отдают своей очень непростой работе. В социальной сфере региона сегодня трудится более 5000 работников. Только в специализированных учреждениях и на дому. В теплоте их сердец и помощи нуждаются около 15 тысяч человек. И каждый день, стучась в двери своих подопечных, соцработники подбирают лекарства для их души. Наталья Войтенко, Евгений Титов. Новости мира Белогория.